Уважаемые жители города Кишинёва, меня зовут Спиней Виктория, я гражданский активист, значит, и состою в группе общественного контроля. В интернете, в фейсбуке? Общественное движение, общественный контроль. А группа в фейсбуке или где? Значит, мы группа незарегистрированная, никто нас не финансирует, мы свободные граждане, которые решили быть независимы ни от премарии, ни от любой партии, а просто решили понаблюдать за порядком в городе. Значит, мы можем бывать и в столовых, и в кафе, и в ресторанах, и в автобусе, и на остановках, в любых направлениях, значит, решили просто, не просто следим, а наблюдаем, как бы, чтобы не нарушались права человека, чтобы все люди знали свои правила, обязанности, допустим, как вести себя в той или иной ситуации. Если человек неинформированный, мы ему объясняем, допустим, если нарушились те или другие права. Мы не хотим зависеть от вышестоящих органов, нами никто не управляет, мы решили сами взять вот это все, как скажем, власть свои в руки. Из-за того, что мы видим очень много беспорядков и неправильных действий со стороны наших высокопоставленных лиц, мы решили немножко, скажем, бесплатно, не нас, говорю, никто нас не финансирует, мы просто хотим поддержать простой народ, неинформированный и незащищенный. В нашей Молдове очень много людей проживают, люди, которые не знают даже, как себя вести, ни в судебных инстанциях, допустим, ни когда полицейский к нему подходит. Допустим, мы наблюдаем и за карабинерами, которые их уполномочили во время пандемии, как бы штрафовать, они уже имеют право налаживать штрафы гражданам. Мы следили, чтобы они не превышали свои полномочия. Значит, за все свои года я лично, я с Пеней Виктория, гражданский активист и волонтер, который состоял в группе общественного контроля, очень много раз видела неправомерные действия, как со стороны простых людей, наших граждан, так и лидеров, и остальных вышепоставленных лиц, вплоть до президентатуры или, скажем, верхушки. За это мы, простой народ, призываем людей, чтобы сделать в нашей стране изменения. Нам не надо, как бы, большой школы для этого. Мы, простой народ, мы можем изменить мир к лучшему, а в данном случае мы можем изменить наш город и нашу Молдову, чтобы наши граждане не уезжали за границу, и наши дети росли без родительской... Опеки. Не опеки, а это... Внимания, которое необходимо детям давать. Пусть будет в Молдове очень тяжело жить, да, потому что экономика упала, деньги обворовали. Но это нам не дает права оставлять своих детей. Я в свое время тоже никогда их не оставляла. В крайних случаях, когда уже видишь, что некуда, можно по Молдове находить работу. Но поднимать в нашу страну Молдову мы, простой народ, должны поддерживать людей простых, которые стремятся, чтобы наша Молдова и наш город Кишинев стал лучше. Люди станут добрее тогда, когда поймут, что мы вдаст сила в нашей простоте, в доброте нашей, в наших возможностях. Когда мы видим неправильные действия, мы не должны бояться говорить сразу, когда видим вот это. Они нас запугивают, нам говорят, что, ой, потом тебе придется возле этого полицейского проходить, он тебе отомстит, он тебе там сделает. Не молчите. Знайте свои права. Если не знаете, обращайтесь. Допустим, есть много активистов, которые уже знают немножко законы, права, обязанности. Можете подходить к любому активисту и попросить, чтобы вам объяснили права человека. Всем желаю всего хорошего, всего наилучшего. Главное, чтобы вы берегли здоровье и соблюдали все вышестоящих органов власти предписания, так как с законом лучше не враждовать, а понимать и дружить. Если у вас есть возмущение против пандемии, против масок, против разных ограничений, и есть же некоторые, которые против, как и я, тоже против маски, но я всегда ее ношу, потому что надо сначала исследовать, так это или не так. И если есть какие-нибудь возмущения, допустим, тоже против этой пандемии, это надо делать все согласно закону. Где-то пишем, есть этапы, пишем заявления, собираемся, куда-то отправляем эти все письма, а не просто ругаться в транспорте из-за маски, потому что мы люди, мы все люди, мы все хотим жить, дышать, и мы все хотим оставаться людьми. Призываю, будьте добры, сострадательны, будьте тверды, мужественны, ничего не бойтесь. Мы можем изменить мир, надо только верить. Благодарю. До свидания. Омени, омени-то, даку ворбите на русский язык. Ну, я, Спинеи, Виктория, ворбеск, в лимбе роману, дарам дичис, с ворбеск, в лимбе русский, фиинк, ам вацат, кинва-канва, ам вацат, в шкала русская. Си, кин гандурли ме, вреу са ле эксплик май репиде, ка са не ма гандеск ла у, ла ун момент, аколо, ду пилді, ка ам вацат, молдовенеаска, ши де-акума, ной, сэн терминологи, в лимба романа, ши ми есте греу, фиинк, фиинк, ка, ам вацат в шкала руса, дар ам вацат лимба молдовенеаска бине, мултумеск, Дмитрий Константинович, каре ма ва вацат, ши, ам вацат бине лимба молдовенеаска, ши ам деце са вац са вац и копиии миа лимба молдовенеаска, пе-атунч, ка акума еи саут мари, ши ам непоц, ши, ши и демц, ши непоц, ши са веца, ам лимба романа, ам дар ам деце са вац са варбеска, ам лимба романа, руса, ам ну, ам акума еа, ам варбеск в мултумеска романа, деоарѣи, нам вруц са фиу, ам... ам вруц са пауцта, дар нумо сти cum са влокуеск, кувантul acеста, дареоарѣи, И если мы приходим, мне нужно посоветовать и сказать, что оно означает, что я не изучал, у меня нужно было читать, и мне нужно читать, чтобы это означать, что это означает. И когда, 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 в году 96, когда, когда у нас было... В 1989 году мы получили лимба. В 1989 году мы получили лимба. В 2011 году мы получили лимба. Так. И я не успел научить. У меня не успел научить лимба. Я решила научить лимба и лимба романа. Я скажу серьезно. Я не успел научить лимба и лимба. Но мы не успели. Я тебе надо было прощаться. Поймени и кто-то. И скажу что читайте, спите. Позахте лимба, чтобы лимба. И я сказал, чтобы научить лимба, чтобы объяснить лимба, чтобы научить и меня наши дети. Чаще не мы не будем, но мы не успел... Мы не успел. Многие люди приходят ко мне, как активисты, и говорят, что помогите, пожалуйста, мне очень нравится. Я не знаю, что у меня нет, но я не знаю. В русском я не знаю, в латинском я не знаю. Если вы не понимаете, вы учите. Есть библиотеки, есть онлайн. В спаде вы учите лимба, если вы хотите. Я, после украинской национальности, на украинском говорила «отлично». В русском я говорила «отлично». В русском я говорила «отлично». Потому что я учил русский. И лимба романная молдовна все таки, на перфектие. Если я хотел, я учил. Если человек говорит, он реализует. «Отлично». И это я не могу сказать. Это я не могу сказать, но я скажу. Я учил английский. Путина, как минимум, 10%. Но я даже не знаю о чем-то. Когда человек едет в другую страну, и он скажет что-то. Я говорю «отлично». 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 Я, например, в 5 минуты не могу сказать, что в русском языке я не могу сказать, но вы можете сказать, что в русском языке и в русском языке. Браво! Спасибо! У вас есть еще вопросы? Нет, нет. У нас есть вопросы. Да, я вам скажу. Есть микрофон свободный. Кто захочет, может быть, может быть. Может быть. Теперь, сколько стоит. Да, сейчас, сколько стоит. Приятного аппетита. Не волнуйтесь. Будьте люди. У нас есть. Удачи! Удачи! Олег Брега. Активист чивик. Она, которая рядом с меня. Она, которая хочет, она хочет, она хочет, она в парламенте, как депутат. Это... так не зависимы. Индепендент. Индепендент. Да, я не ма уитат, но я знаю. Это прохону, да. Так что... Субтитры сделал DimaTorzok